Нурсултан Азарбаев встретился с Владимиром Путиным. Главы государства обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и затронули ключевые темы международной повестки дня. Президент Казахстана подчеркнул особый характер отношений двух стран и отметил высокую степень доверия и взаимопонимания. Нурсултан Азарбаев рассказал, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений наших государств. Создание Евразийского экономического союза президент назвал важным и перспективным образованием для всех его участников. Нурсултан Азарбаев отметил, что Казахстан и Россия придерживаются одной позиции по вопросам международной повестки дня и будут прилагать все усилия для реализации общих задач в рамках Совета безопасности ООН. В течение года, по словам Нурсултана Азарбаева, предстоит организовать ряд международных встреч, в том числе и в рамках ШОС 8 июня в Астане. В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана за организацию астанинских переговоров по регулированию конфликта в Сирии. Он отметил положительную роль казахстанской стороны в этом процессе. Был создан механизм контроля по прекращению огня как фундамент для продолжения переговора в Женеве. Также Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан – один из ключевых экономических партнеров России и отметил необходимость увеличения объема в товарах оборота между странами. В исполнении базового договора о дружбе и сотрудничестве обращено в 21-й год. Мы за эти 25 лет, я считаю, построили образцовые отношения, которые должны быть между дружескими соседями и государствами. Тем более в этом году 25 лет дипломатических отношений. Наши соответствующие ведомства это отмечают, должны приветствовать это. Казахстан – один из ключевых наших партнеров в сфере экономики в регионе. Вы упомянули об этом. Да, мы наблюдаем определенное снижение товарооборота в стоимостном выражении. Мы с вами уже обсуждали, это связано с курсовой разницей, прежде всего, с колебаниями цен на мировых рынках, на наши основные виды товаров экспортные. Но физические объемы остались прежними. Наша задача – увеличить эти физические объемы и выйти на устойчивый рост. Тем более, что условия в результате проведенных интеграционных процессов созданы. Хорошо работает и Евразийский банк. Кстати говоря, на Казахстан этот банк уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова